Друзья, как вы считаете, можно ли объединить роговую, как говорят в Москве, или роговую, как говорят в Петербурге, музыку вместе с нашим быстрым современным веком? Наши следующие гости уверены, роговой музыке в цифровом веке быть. Приветствуем в студии руководителя музыкального проекта Сергея Полиничко и композитора, народного артиста Кабардино-Балкарии Мурата Кабардокова. Джентльмены, доброе утро. Доброе утро. Скажите, что же принесла наша быстрая стремительная эпоха в этот классический вид исполнения и музыки? Слушайте, на самом деле просто возможности совершенно неограниченные технические на сегодняшний день. Но мы этот проект рассматриваем с двух сторон. С одной стороны, мы хотим показать роговой оркестр в его историческом виде. И во второй части проекта как раз-таки уже роговой оркестр, совмещенный с современными технологиями. Я коротко расскажу по поводу первого нашего события, которое произойдет 16 декабря в 21.00. Мы в Базилике на Невском проспекте, в Базилике Святой Екатерины будем играть реквием Козловского. Эта музыка не исполнялась более 225 лет. Я совершенно случайно нашел эту партитуру в библиотеке Санкт-Петербургской консерватории. Мы ее восстановили, сделали, стало возможным исполнение. Мы его исполнили, и мы будем играть эту музыку ровно в том же самом месте, в той же самой Базилике, где она прозвучала единственный раз в 1798 году, в момент захоронения Станислава Августа Понятовского. Вот мы возвращаем просто, это такая музыкальная машина времени. Мы возвращаем невероятной красоты музыку обратно к нам сюда. А как вы считаете, почему она застряла во времени? Исчезли роговые оркестры. Их не было бы порядка 150 лет, и было невозможно просто исполнить эту партитуру. Даже сам Козловский сделал вторую редакцию, ее изредка исполняли. Но первая редакция с участием рогового оркестра, она совершенно иначе звучит. Я думаю, что мы сделали одно из самых больших дел вообще в истории возрождения рогового. А вот как произошло это возрождение? Кто сегодня играет? Как это произошло? Совершенно случайно, как и многие хорошие вещи происходят. Кто-то сказал, давайте попробуем. Ну и мы попробовали. Восстановили по эскизам роговых инструментов, которые хранятся в Шереметьевском дворце. Сделали копии инструментов роговых. Там был комплект, который использовался в момент коронации Александра Третьего. И у нас появились собственные инструменты, стало возможным заниматься именно этим жанром. И потихонечку, шаг за шагом, вот в 17 лет существует российский роговой оркестр. И вот за это время мы научились делать инструменты, мы научились играть. Вы, наверное, знаете, чем сложен этот оркестр и вообще чем он отличается. А давайте подробнее расскажем и покажем. Вы принесли с собой. Да, я принес с собой... Рад присоединяйтесь. Это одна 106-я часть нашего комплекта инструментов. Одна 106-я, потому что всего у нас 106 инструментов. Они различаются только длиной. То есть от 7 сантиметров до 3 метров. То есть это разобранный орган. И если на органе играет один организм, то в роговом оркестре к каждому инструменту представлен музыкант. Человек, который должен свою ноту издать ровно в тот самый момент, когда она написана в партитуре. Музыканты берутся за нотой? Ну, слушайте... Какого вопроса, кажется, у нас не было. Да, кстати, надо всем по ноте раздать. И, конечно, это тысячи часов работы, чтобы добиться слаженности звучания коллектива. А много ли в нашей стране сейчас музыкантов, которые исполняют музыку в этом жанре? Нет, вообще. А как вы пришли к этому? А вот, понимаете как, дело в том, что мы попали в такую интересную ситуацию, что мы вроде как оркестр, существующий, но без своей музыки. Потому что известны несколько партитур исторических, где композиторы сами использовали роговую оркестр. Это у Бреквен Козловского, это Степан Дегтярев, первая русская оратория, Минин Пожарский, если вернее Фомин, мелодрама Орфия Евредика. И когда мы все это сыграли, то стал вопрос, а что мы будем играть? Мы стали играть популярную музыку, мы сыграли даже времена года Вивальди. Вот, хорошо, а что мы делаем в 21 веке? И в этот момент на этот вопрос нам помог ответить композитор Мурат Кабардоков. Потому что два года назад мы задумали и сыграли первую нашу программу, она называется «Погружение». Потому что свойство звуков этих инструментов, этот звук очень воздействует на людей. И вы погружаетесь в совершенно особую атмосферу. И вот Мурат очень ощутил возможности этих инструментов. А как вы пришли к ним, Мурат? Пару слов. Тут, как правильно Сергей заметил, попробовали, получилось. И я должен отметить, что нас познакомил наш общий друг, петербургский дирижер Михаил Голиков. И он тоже будет участвовать? Он будет участвовать в концерте 16 декабря со своим оркестром, да? Его оркестр будет исполнять, Рекланд. Да, дирижер будет Сергей. И вот благодаря нашей дружбе с ним мы познакомились с Сергеем, сделали пробный, по-моему, как раз... Ораторию Александр Невский. Да, мы сначала сделали Александр Невский, в который Михаил предложил включить роговый оркестр. И с тех пор мы с Сергеем делаем разные несовместимые, наверное, вещи. Вот про несовместимые, короткий финальный вопрос. Ваш проект называется «Роговая музыка в цифровом веке». Цифровой век зачастую рождает какие-то каверы. К вам никто не приходил и говорит, слушайте, давайте при помощи таких необычных инструментов сделаем кавер-версию каких-нибудь саундтреков или чуть более современных произведений? Вы знаете, нет желания. Нет желания переигрывать чью-то музыку, потому что все равно найдется кто-то, кто сделает это немного интереснее, лучше, чем рогового оркестра. Дело в том, что у нас своя собственная такая стезя. Поэтому мы пришли к тому, что для нас лучше писать музыку. И вот я очень рад, что в 21 веке сегодня есть композиторы, которые пишут музыку для рогового оркестра. И вот Мурат уже пишет вторую программу, она называется «Сны». И я хочу отметить, что программу эту мы делаем при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И благодарим за это. А услышать ее можно будет в капелле 26 декабря в 19.00. И 16 декабря на Невском, да, 16-го историческая часть, реквен Козловского на Невском и 26-го в капелле в 19.00. Всех приглашаем. Мостик между эпохами и культурами. Благодарим вас за участие в большом телеканале. Спасибо вам огромное. Санкт-Петербург.